Как подобрать материалы для сумки из меха, рекомендации. Мы не утверждаем, что пошив сумки из меха своими руками обойдется в копейки, так как натуральный мех и фурнитура стоят немало. Но, во-первых, вы можете создать уникальную сумку в единственном экземпляре, во-вторых, сделать реплику именитого дома моды, что даст возможность выглядеть на уровне, экономя на бюджеты. Для вы можете выбрать качественный ко-мех, который изготавливается из искусственного волокна, но новейшие технологии позволяют сделать его таким же роскошным, как и натуральный мех. На этом вопросе и остановимся, как подобрать материалы для сумки. Натуральный мех должен быть пушистым, с плотным ворсом и хорошей подпушкой. Если это не матовые виды меха, такие как мутон, лама и так далее, мех должен блестеть и лощиться. Мездра, обратная сторона меха, кожа на которой держится ворс подпушек, должна быть эластичной, плотной и при этом не рваться при натяжении. Вы можете выбрать для пошива сумки из меха своими руками, как цельный кусок, так и кусочки меха, которые можно будет скомпоновать. В узор «Искусственный мех» выбирайте качественный. А он не может стоить дешевой. Запомните, качественный искусственный мех последнего поколения идет по той же цене, что и натуральный. Почему выбирают его? Чтобы защитить дикую природу. Такой мех идет с ворсом идентичным натуральному и плотной подпушкой. Выбирая бюджетный мех, помните, что даже если он выглядит превосходно при покупке, в носке он будет себя вести непредсказуемо. Также обратите внимание на фурнитуру. Сумки из меха носятся годами, поэтому выбирайте качественную металлическую фурнитуру, чтобы впоследствии не пришлось ее менять. Также стоимость сумки сразу оценивается по фурнитуре. Поставите бюджетный пластик, и цена моментально понизится в разы. На чем можно сэкономить? Подкладка. Ее можно выпороть из любой старой сумки, так как чаще всего сама сумка уже отжила, а подкладка после легкой стирки остается навехонькой. Также можно сэкономить на материалах, на которые крепится мех, так как их не будет видно, и нет смысла переплачивать. Также в работу могут пойти сумки и рюкзаки, которые уже не актуальны, но сохранили свой первоначальный вид. Вязаная сумка из меха своими руками – рекомендация по изготовлению. Итак, соединив два модных тренда – вязание и мех, мы получим уникальную меховую сумку из меха своими руками. Для работы нам потребуются полоски меха. Это может быть цельная шкурка, а могут быть остатки, а также ненужный воротник или манжеты. В общем, все что угодно. Кстати, для тех, кто любит классический вариант, рассмотрите один вид меха, а для тех, кто предпочитает яркость, вы можете миксовать полоски как угодно. Любая тонкая, но прочная нить для вязания крючком. Выбирайте ту, которая содержит в составе полиэстер или другую плотную формулу, износа стойкую и долговечную тонкий крючок. Соответствующие пряжи, подкладка для сумки, если хотите плотную модель, потребуется уплотнитель из синтепона, войлок, тонкий поролон и т. Д. Что выбрать, напрямую зависит от желаемой жесткости. Фурнитура. Это молния, замок, если требуется, ручка, а также крепление для нее. Дополнительного лоска добавит декоративная фурнитура на лицевой стороне сумки, ножницы для раскроя, нитки и иголки, а также швейная машина для сшивания подкладки и пришивания молнии. Теперь переходим к процессу работы. Первое, что нужно сделать, определиться с моделью сумки и сделать на нее выкройку. Посмотрите на фото. В данном случае сумка состоит из одного вытянутого прямоугольника, сложенного пополам. Тут нет замков, только молния посередине сумки. Это модель ТОЛТ, идеально подходящая для повседневных задач. Итак, определяемся с размером. Допустим, мы хотим, чтобы размер сумки без ручек был 40 звездочка 35 сантиметров. Полосы из меха у нас будут вертикальными. Итак, делаем чертеж. Нам требуется раскроить мех. Для этого мы переворачиваем его ворсом вниз и чертим линии шириной в 1-1-5 сантиметров. Обратите внимание на направление линии роста меха. Вы можете делать раскрой как вдоль этой линии, так и поперек, но учитывайте, что все полосы должны быть нарезаны в одном направлении. Тогда изделие будет выглядеть целостно. Нарезаем полосы длиной в 40 сантиметров, длина направления вязания. Если у вас кусочки меньшего размера, нарежьте их на полосы и потом сшите между собой, чтобы получились те самые 40 сантиметров. Если учитывать, что одна полоса у нас 1-5 сантиметров, а сумка у нас шириной 35 сантиметров, соответственно требуется нарезать 23 полосы. Рассчитать это просто, 35 первых, 5 равно 23,333 сантиметра. Округляем в меньшую сторону, так как у нас часть площади еще займет пряжа. Ну а если вы захотите, вы всегда можете добавить еще одну-две полоски. Теперь переходим к вязанию. Набираем цепочку из воздушных петель, длина которой равна 80 сантиметров. Цепочку делайте растянутой, чтобы потом не было затянутости на краю изделия. Следующий ряд вяжем столбцами без накида. Довязав до края, повторно замеряем размер полотна. Он должен быть равен 80 сантиметров. Переворачиваем и снова вяжем ряд столбцов без накида, только в этот раз вставляем полоску меха. Полоска ставится с изнаночной стороны к рабочей стороне и ввязывается, поддевая замездру и пронизывая под пушок. Борс при этом не задеваем. Чем тоньше крючок и нить, тем проще это сделать, продолжаем вязать, пока не будет готово полотно. Далее выкраиваем из подкладки прямоугольник равный 35 звездочка 80 сантиметров плюс припуски по 1 сантиметр с каждой стороны. Можно добавить карман или несколько отделений по желанию. К подкладке вшиваем молнию и откладываем. С изнаночной стороны сшиваем боковины сумки между собой и пришиваем ручку сумки на этом этапе. Прячем концы ниток с изнаночной стороны и тщательно закрепляем. Если вы решили прикрепить декоративную фурнитуру на мех, самое время это сделать, пока доступ к изнаночной стороне не закрыт. В последнюю очередь пришиваем молнию к верхнему краю меха и прячем концы на изнанке. Вязаная сумка из меха готова. И еще один вариант вязания сумки из меха, только тут полосы вяжутся горизонтально. А ряд, который между меховыми полосками вяжется узором, мех из ниток. Также между полосками с мехом ввязывают ажур, цепи и другие декоративные элементы. Как пшить вечернюю сумочку из меха своими руками, пошаговый майстер-класс с фото. Есть немного роскошного меха. Остался воротник от пальто, и руки тянутся что-то и сделать. Предлагаем поработать вечер и сшить вечернюю сумку из меха своими руками. Для работы потребуется мех, ткань для подклада, застежка для сумки и цепочка ремешок, а также бусинки, бисер, нитки, леска и инструменты для шитья. Кстати, если шкурка меха, дубовая потребуется шила. Итак, приступим к работе. Первое, что требуется сделать, определиться с моделью сумочки, ее размерами и сделать выкройку на бумаге. Сделать это просто, и так как у нас элемент, который нельзя изменить, застежка, будем чертить от нее. Кладем на лист бумаги застежку и обводим с наружной и внутренней стороны, как показано на фото. Для простоты можно сделать пунктир, а навести, когда уберете застежку. Примерьте вырезанную заготовку, идеально ли она садится в застежку. Это важно, так как потом на сшитом изделии придется растягивать или стягивать. Теперь сложите выкройку пополам, сделайте четкий сгиб и два разреза, как показано на фото. Они нам пригодятся позже. Теперь прикладываем нашу основу на лист и приклеиваем скотчем посередине. Разводим края, как на фото, и также закрепляем скотчем. Делаем отметки для будущей выкройки и обязательно помечаем центр сумки. Отмечаем глубину сумки в зависимости от ваших предпочтений относительно вместительности. Но помните, что сильно глубокую сумку делать нет смысла, так как она будет выглядеть не совсем пропорционально. Теперь придайте сумке ширину, ее можно сделать как ровную, так и немного выпуклую. Низ может быть как следка закругленной, так и полукруглой. Сложите бумагу пополам и вырежьте выкройку. Теперь переходим к работе с мехом. Проверьте направление меха, оно должно идти к низу сумки. Если будет в один бок или вверх, изделие будет смотреться нелепо. Прикладываем выкройку к меху, сверху закрепляем чем угодно тяжелым, и обводим ручкой или маркером. Цвет не важен, так как его впоследствии не будет видно. Вырезать мех требуется таким образом, сделать надрез в несколько миллиметров лезвием, скальпелем или канцелярским ножом. Далее необходимо приподнять слегка шкурку и разрезать только кожу, стараясь не касаться даже под пушка. Чем меньше вы зацепите, тем меньше рассыплется меха. Дойдя по периметру до начала, сделать легкие последние надрезы, чтобы не порвать тонкую перепонку, а разрезать правильно. Готовые меховые детали соедините две выкройки меха при помощи зажима для волос, так они не будут соскальзывать. Заправьте мех на лицевую сторону и сшейте два изделия при помощи скорняжного шва. Детальнее о нем в простом и коротком видео. Видео, скорняжный шов своими руками без скорняжной машины. Это готовый результат с изнанки. Обратите внимание, что по шву не выглядывает мех, так вы получите с лицевой стороны идеальный пушистый стык, без какой-либо видимости шва. Если же волосинки немного зашли внутрь или по шву, при помощи шила или иглы надо подцепить их с лицевой стороны и вытянуть. Теперь вырежьте заготовки подкладки из ткани. Хотите оригинальную сумочку, выбирайте яркий, пестрый подклад. Это сейчас на пике популярности. Прострочите подкладку и обработайте края. Приложите к любой плотной поверхности подкладку изнанкой вверх. Приложите выкройку и отметьте выточки. Сделайте мягкие выточки. Такие же выточки складки сделайте на меховой части. Теперь на леску, она намного прочнее, чем нити подойдет для этих целей, проденьте бусины и бисер в желаемом порядке. Прикрепите к цепочке и закрепите ручку декор на застежке. Если хотите тонкую цепочку через плечо, закрепите ее на боковых частях меховой сумки на этом этапе. Соединяйте подкладку с мехом и сшивайте между собой, как на фото. Подберите нитки в тон меха, мы использовали другой цвет для контраста, чтобы лучше было видно, как шить, и пришейте подкладку с мехом. К застежке, оставляя около 1 см свободного пространства, на фото видно. Теперь затягивайте нитку в каждом стежке и вытягивайте мех, наружу помогая себе шилом. Работайте, тщательно подтягивая нить, пока не прошьете все. Остается закрепить нить и заправить. Сумка из меха своими руками готова. И в заключение предлагаем посмотреть еще один мастер-класс, как сшить сумку из меха своими руками.